Дорогие друзья, совсем скоро стартует самая вкусная часть сезона — полуфиналы Лиги Чемпионов. Давайте быстро пробежимся по формам команд, их составам и постараемся сделать прогнозы на первые матчи. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Tottenham Ajax. Форма команд. Шпоры, кажется, доигрывают сезон на последнем издыхании. Они проиграли важнейший матч Манчестер-Сити в чемпионате, одержали очень натужную победу над Брайтоном 1-0 и с таким же счетом проиграли Весхаму в последнем туре. Интересно, что несмотря на выход в полуфинал Лиги Чемпионов, Tottenham проиграл 17 матчей в этом сезоне. Это худший результат команды за 10 лет. Но Ajax мчится к чемпионству. Команда Tenhaga устроила развеселый матч с Витессом Леонида Слуцкого и сейчас пользуется предоставленной эродивизией привилегий. Парой лишних дней отдыха. Ради этого Лига сдвинула целый тур, чем вызвала ряд возмущенных отзывов от других клубов чемпионата страны. Но по словам руководителей Лиги, выход голландского клуба в полуфинал Лиги Чемпионов впервые за очень долгое время – историческое событие. И Лига осознанно пошла навстречу команде, которая добилась такого результата. Потому Ajax в теории должен подойти к игре более свежим. Как вы думаете, кто сыграет в финале Лиги Чемпионов? Компания 1xbet подготовила отличные коэффициенты на матчи главного клубного турнира, а также множество акций, бонусов и быстрые выплаты. Ссылка и персональный промокод в комментариях. Составы У Ajax есть потери, но не самые серьезные. А вот у Тоттенхэма имеются проблемы. Маурисио Почеттино проявил изрядную долю уверенности в себе, сказав, что надеется на возвращение Кейна в состав к финалу Лиги Чемпионов. Команда подстроилась под Монсити и сыграла на его слабых сторонах и без Харри Кейна, солировал сон. Но весь ужас состоит в том, что и кореец пропустит первые матчи за лишний желтый, полученный в игре с Сити. То есть шпоры остаются с Лукасом Моурой и Фернандо Льоренто в атаке без возможности какой-либо ротации. Дели Али проваливает сезон. Ламелла не в форме, потому вся нагрузка по организации игры падет на Кристиана Эриксона. Интересно, а он потянет? Прогноз По составу и опыту. Плюс, учитывая матч дома, можно было бы назвать фаворитом Тоттенхам. Но Аякс априори находится в более выгодной позиции. Во-первых, из-за травм ряда ключевых игроков шпоры и отсутствия упочетина длинной скамейки. Во-вторых, на выезде в плей-офф Аякс традиционно хорош, и даже в случае провала на Уайт-Харт-Лейн будет иметь возможность додавить оппонента в Амстердаме. Вероятнее всего, Тоттенхам будет играть от соперника. Ну а голландцы еще раз покажут, почему за них в этом сезоне болеет каждый нейтральный зритель. Барселона-Ливерпуль Форма команд У Эрнеста Вальверде была возможность подвести команду к важнейшим матчам сезона в оптимальном состоянии. На матч с Ливанто тренер оставил в запасе Месси и Бускетца, а в перерыве убрал и Каутинью. Можно предположить, что все они выйдут в стартовом составе на первый матч. Плюс вернулся Самюэль Умтитси, который проигрывает конкуренцию к Лиману Лангли. В общем, Барселона подходит к матчам в оптимальном состоянии и имеет обширные возможности для ротации. У Юргена Клопа примерно та же ситуация. В отличие от Барса, его команда отчаянно борется за золото АПЛ. В матче с Хадерсфилдом мерсесайдцы не испытали особых проблем, но Мане и Салах сыграли до финального свистка. Это может сказаться на их свежести. Барселона находится в полной боевой готовности. Месси получил отдых, Суарес и возрастные полузащитники тоже находятся в оптимальной форме. У Вальверды есть все возможности качественно подстроиться даже под самого сильного соперника, с которым Барселона сталкивалась в этом сезоне. В целом у Ливерпуля все в порядке, вернулись в строй Ловран и Гомес. Значит, у Клопа будет возможность в случае чего укрепить линию обороны и сильно не беспокоиться насчет травм. Конечно, если это будет не Ван Дейк. Единственная проблема Ливерпуля — из-за мышечных проблем последнюю игру пропустил Фермино. Клоп говорит, что бразилец, скорее всего, будет готов к Барселоне. Но никто не может сказать, в каком состоянии будет Бобби. Прогноз Абсолютно непредсказуемая пара. В первом матче преимущество наверняка будет на стороне Барселоны, так как играть с синегранатовыми первым номером на Камп Ноу вряд ли себе позволит даже Ливерпуль. В том случае, если каталонцы не пропустят на своем поле, у них будут отличные шансы перед ответной игрой. Но что-то подсказывает, что красные все же поймают Барсу на контратаке. Ливерпуль — очень сбалансированная, резкая и молодая команда. Барселона в этом сезоне еще не сталкивалась с соперником такого уровня. Все-таки Реал и Атлетико завалили сезон, а Тоттенхам на групповом этапе был ни о чем. Если Месси дадут свободу, и он сыграет в своем стиле, то Мерсесайдсов точно ждут проблемы. Именно матчи с Ливерпулем станут настоящей проверкой профпригодности Вальварда. Ну а нам остается только замереть в ожидании игры. Далее следующий вопрос. В 2007 году в одной восьмой финала Лиги Чемпионов Ливерпуль прошел Барселону. Благодаря мячу и голевой передаче это увалится на Кампноу. Друзья, назовите его имя. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok